Инна работала дизайнером в компании «Бизнес-Веб». Организация занимается разработкой сайтов. В марте девушка слетала в Москву на запланированный отдых. С работодателем Инна договорилась о выплате отпускных. Однако по прибытию из столицы ее посадили на изоляцию, а начальство перестало выходить на связь. Постепенно он начал увиливать от выплаты отпускных, мотивируя это тем, что я поехала в карантинную зону. Сначала он говорил, что нет возможности заплатить, потому что мы ждем оплаты от заказчиков. Потом он сказал, что сейчас, цитирую, нет возможности платить за отдых. А потом он вовсе стал игнорировать мои сообщения и удалил меня из общего рабочего чата. Инна считает, что ее незаконно уволили и удержали отпускные. Она уже обратилась в инспекцию труда с жалобой. И таких случаев, нарушений трудовых обязательств много. Однако далеко не все оренбуржцы рискуют своей работы и обращаются в соответствующие инстанции. Например, Денис, когда его типографическую компанию распустили, в инспекцию не пошел. Организация занимается именно заказами от других, так сказать, предпринимателей. А так как все ушли на карантин, никто не работал, естественно, и нам заказы перестали поступать. Четыре человека в семье. Потеря большая, конечно же, потому что и квартиры в ипотеке, коммунальные платежи. Всего за время действия режима самоизоляции в инспекцию труда обратилось более 230 оренбуржцев. По данным ведомства, чаще всего жалуются сотрудники производственных отраслей, связи, финансовой деятельности. По вопросам установления режима рабочего времени в период, объявленный нерабочими днями, в том числе поступали жалобы о понуждении работников подачи заявления о предоставлении им отпуска без сохранения заработной платы или объявления работодателя простоя. Если поступают жалобы, инспекцией назначаются проверки. В результате должностным лицам могут выдать предупреждение. При повторном случае назначаются штрафы. На юридических лиц до 50 тысяч рублей. Если ваши права нарушаются, вы также можете обратиться в инспекцию через электронный сервис онлайн-инспекция.рф или по горячей линии. Номер телефона на экране.